Так, Марина Кенн. Разве это не есть олигархия сращивания бизнеса с властью в целях личного обогащения? Марина соратница партии «Западный выбор». Моя соратница присутствует на мероприятиях партии. Я отвечаю на ее вопросы в первую очередь. А, дорогая, красивая Марина, олигархия – это действительно сращивание бизнеса с властью, когда бизнесмены оказываются так близко к власти, что становятся частью этой власти или влияют на нее так сильно. Ну, хороший пример негативного явления, в общем, это Украина. Олигархи влияют на политическую систему, их представители во власти в политических партиях, они эти партии финансируют и требуют послушания, то есть выполнения каких-то указаний. Но в случае с Россией это не олигархия, не олигархия, не олигархия, не олигархия, не знаю, как правильно посмотреть надо. Олигархия. Это не олигархия, это имитация олигархов. Это чиновники ближайшего окружения Путина, которые были чиновниками, ничего не зарабатывали, у них нет навыков предпринимательской деятельности. Вот очень хороший пример, у меня есть один знакомый, бывший министр. Вот в какой-то момент его позиция, его должность понадобилась там Путину или кому-то из ближайшего окружения. Ему сказали, старик, освободи. Он, ну, зарабатывал тем, что он министром был. Не знаю уж, какими способами зарабатывал, неплохо он жил. Вот. Его не посадили за это. Ему сказали, там, освободи место. Он там под козырек, там, пожалуйста. Вот. И у него был такой период, полгода простой. Он был в горячем резерве, его в конце концов куда-то назначили, но полгода получал, наверное, какое-то пособие, там, в отпуск пошел, держали его, короче, давали ему деньги, но ему мало было. Ну, уровень расходов министра – это дети, жены, кредиты, там, дом в России, за границей. Вообще расходы огромные. Надо было как-то жить. Вот пришел к министру новому. Говорит, старик, ну, так же нельзя, так взяли и выкинули. Я сам ушел, ну, мне немножечко, там, держат, подкиньте. Мы сказали, ну, конечно, там, создавай компанию, там, часть бюджетных денег мы тебе дадим, там, небольшую часть. Ну, действительно, это жестоко. Не умирать же ему с голодом. Ну, в переносном смысле, в той шкале, в которой он живет. Создал компанию, ему дали часть бюджета, ну, формально, в общем, там, что-то приходилось делать. Вот потом он занял, не скажу, какую позицию, продолжал работать в правительстве. И как-то возник вопрос, где-то полгода назад, а деньги-то откуда? Там, там, и журналисты начали спрашивать. Ну, очень большие деньги. Слишком большие. Вот. Ну, он не сообразил, там, жену предпринимателем сделать. И он начал всем рассказывать, а я предприниматель вообще, я сюда пришел из предпринимателей. И начал показывать вот эту компанию, в которой он полгода там владел официально. Я из предпринимателей. Это смешно было. Он, конечно, никакой не предприниматель был. Мы с ним говорили о каких-то проектах. Чиновник, который умеет, там, получить откат, но умеет хорошо, разными способами, безопасными способами. Вот. Так что это имитация олигархии. То, что сегодня называются олигархами. Никакого отношения к предпринимательству, к бизнесу. Эти люди не имеют. Это чиновники, которые делают вид, что они из предпринимателей. Вот. Иногда они не делают вид. Ну, что такое там главный человек сейчас ближайший, Игорь Сечин. Ну, скрепками он владел. И доносами, которые подшивал в папке, в папками владел. Потом стал, ко мне обращались люди разные за консультациями. Ну, от него фактически, там, по биржевой торговле. Там он биржевиком стал, нефтяником. Кем только он не стал. Ну, как все имитируется у нас в стране, так и это имитируется олигархия. Олигархия. Они не олигархи. Они занудные чиновники, вороватые, занудные чиновники, которые делают вид и не возражают, кстати говоря, чтобы какие-то сообщения были о том, что у них есть собственность, что они вот олигархи, предприниматели. Для имиджа надо, для будущего имиджа. Когда они побегут, и они будут говорить, ну, мы же предприниматели, там, защищайте частную собственность, защищайте нас. Имитация.